Две задачи. Та, что на левой доске, связана в первую очередь с деревом Маркова, ну и с числами Фибоначчи. Та, что на правой, тоже связана с деревом Маркова и с уравнением Пелли. Итак, смотрите, если х, у это целые числа, причем х квадрат плюс 1 делится на у, и у квадрат плюс 1 делится на х, то х квадрат плюс у квадрат плюс 1 это 3ху. Ну, понятно, что в таком случае числа х и у одного знака, либо оба положительные, либо оба отрицательные. И, ну, если х равно у, то легко проверить, что тогда в случае положительных х равно у равно единице. А если одно из них меньше, ну, например, 0 меньше, чем х меньше, чем у, то оказывается это просто пара соседних чисел Фибоначчи с нечетными номерами. То есть, х это фи с номером 2n минус 1, а у фи с номером 2n плюс 1, где n какое-то натуральное число. А на правой доске задача, на первый взгляд, совсем странная. Докажите, что если х и у целые числа, то х квадрат минус n квадрат минус 4 умножить на у квадрат не равно минус 4 в случае, если n не равно 3. Ну, между прочим, если n равно 3, то у нас получается такое уравнение. х квадрат минус 5у квадрат равно минус 4. У него, очевидно, есть решение х равно у равно единице. Так что тройка здесь не зря напомянута. И пункт B. Уравнение, когда в правой части стоит минус единица, тоже неразрешимо в целых числах. Давайте разбирать решение. Когда х квадрат плюс 1 делится на у, а у квадрат плюс 1 делится на х, числа х и у не могут иметь общий делитель, отличный от единицы. Потому что, если бы они делились на какое-то число больше единицы, то, например, х на него делится и 1 на него делится, тогда получилось бы, что сумма должна делиться на к, в то время как у квадрат делится, а единица не делится. Так не бывает. Значит, это взаимопостые числа. А значит, х квадрат плюс у квадрат плюс 1 должно делиться и на х, и на у, и на их произведение. Вот. А это уже известный фактор деревья Майклова. Помните, если сумма трех квадратов делится на произведение этих чисел, а у нас именно так, х квадрат плюс у квадрат плюс 1 делится на х, у и 1, то частное может равняться единице или тройке. Причем, если частное равно единице, то все три числа должны делиться на 3. Единица на 3 не делится, поэтому частное может равняться только к. Ну что ж, мы решили пункт А. Между прочим, его иногда формулируют вот еще в каком виде. Представьте себе, 2ху перенесем, и тогда получается такое равенство. х минус у в квадрате плюс 1, это оказывается х умножить на у. То есть, если х квадрат плюс 1 делится на у, и у квадрат плюс 1 делится на х, то произведение этих чисел на единицу больше квадрата разности. Так, теперь по поводу пункта В. Ну это мы уже много-много раз делали. И когда обсуждали дерево Маркова, как там из одной тройки чисел получаются следующие. Вот, идея такая. Есть для чисел, где х меньше у, и х больше нуля, преобразование, которое увеличивает сумму этих чисел, а есть преобразование, если идти назад, которое уменьшает. Ну то есть, вот из этой пары получается это, из нее получается это, следующий, опять это. И вот, если идти против стрелок, рано или поздно дойдем до пары 1, 1. Это будет пара φ-1 и φ-1. Дело в том, что минус первое число Фибоначчи это единица, ну потому что, смотрите, нулевое число Фибоначчи это 0, первое число Фибоначчи это у нас 1, второе тоже 1, третье число Фибоначчи это 2 и так далее, и так далее, и так далее. Вот, φ-1 это 1. И вот когда мы туда зайдем, то есть условия в последний момент перестанут выполняться, но вот от пары 1,1, потом таким преобразованием мы перейдем к паре 1,2, то есть у нас есть φ-2 это единица, φ-3 это двойка, вот, потом к паре 2,5, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, самое красивое получается из вот этих вот замечательных дерева Маркова. Теперь сюда, от противного. Пусть х квадрат это n квадрат минус 4 умножить на y квадрат минус 4. Тогда вот такое вот число обязательно является целым. Ну, смотрите, 4 умножить на y квадрат целый, деляющийся на 2, это тоже делится на 2, значит, x квадрат такой же четности, как n квадрат y квадрат, то есть x такой же четности, как n квадрат. Ну, значит, висление архметическое обязательно целое число. И алгебраическое вычисление. Смотрите, а квадрат плюс y квадрат плюс 1, ну, общий деменантин 4, напишу так, когда последняя единица превратится в четверку, y квадрат превратится в 4, и квадрат здесь на x плюс ny, как мы с позволим. И я выделил душками, есть возможность сюда, n квадрат, y квадрат, это как раз и есть x квадрат плюс 4, и у квадрат плюс 4. Значит, а квадрат плюс y квадрат плюс 1, это не что иное, как n умножить на а, умножить на y и умножить на 1. Опять, единица не делится на 3, поэтому, как нам известно, из дерева Маркова, обязательно n равно 1. Хорошо? Так, а почему же это не равен и не будет единицы? А потому что, если вы возьмете в качестве x число n, а в качестве y вы возьмете 1x, то, конечно, это 4. если бы здесь было равенство для каких-то целых x и единиц, то вы смогли бы перемножить и, как известно из уравнений Беля, вы их смогли бы найти такие вот целые, чтобы у нас получилась минус 4. Если 4 бывает, а минус 4 не бывает, то минус 1 не бывает. Вот так. Мне убейте задачи нравится. Нежная ссылка на дерево Маркова.